Русский язык, и это хорошо, очень гибкий инструмент речи, и при этом очень богатый. К примеру, когда дело касается перевода какого-либо философского или художественного произведения, у переводчика, который должен обладать высоким знанием обоих языков, не возникнет проблем с переводом оригинала на русский язык. В то время как не все русские слова имеют аналогов в одно слово на иностранном языке. К примеру, небезызвестный Владимир Набоков предпринял попытку перевода Евгения Онегина на английский язык. При этом сопровождая почти каждую строчку объемными комментариями. А к слову, тоска, точнее как мы его понимаем, он вообще не нашел аналогов. И с одной стороны, это конечно хорошо, потому что благодаря нашему великому и могучему, мы можем выразить абсолютно любое чувство. Но с другой стороны, понятие наш язык далеко не всем. И конечно, с большой долей вероятности, иностранцы поймут британца, изъясняющегося на своем родном языке, нежели нас. Но самое трудное переводимое в нашем языке, это русский мат. И вообще, это один из самых сложных инструментов в нашем языке. И очень важно, в каких руках он окажется. В большинстве случаев мат принято считать табу и низостью, небезосновательно. Но скажите, пожалуйста, что более низко и пошло? Последний маргинал, вставляющий брань через каждое слово? Или высококультурный и интеллигентный человек, который кидает свое снобское фи на мат, примененный в нужное место и нужное время? И вообще, почему принято считать человека, не ругающегося матом, высококультурным и интеллигентным? Эта особенность почему-то полностью зачеркивает низость, бездарность и посредственность. Так уж сложилось, что мы родились в то время, когда каждый человек должен быть воспитанным и культурным. Но ведь для этого нужно книги читать, которые, к слову, не нужны, ведь кино, господи, какие же идиоты. Читать книги, самообразовываться, иметь увлечение помимо компьютерных игр. Но ведь, конечно, у меня нет времени, мой график занят 24 на 7, поэтому проще просто не ругаться матом, чтобы среди таких же дебилов прославить интеллигентным человеком. Пушкин, Толстой, Товлатов и, конечно же, Маяковский, небезызвестные любители крепкого словца, которая порой мелькает в их произведениях. Но именно благодаря этим писателям мы имеем наш богатый язык. И, конечно же, это великие мыслители своего времени. Ведь все это показное отвращение, снобизм и пошлость, чаще всего присуще людям, не умеющим обращаться с подобной словесной силой. И крайне нелепо выглядит мать, ругающая своего ребенка за то, что тот произнес матное слово, скорее всего, услышав его от нее же. И ведь, конечно, важнее то, что подумает общество об этой матери и ребенке, нежели то, что дома лучше не произносить «бля нахуй» через каждое мать его слово.